здравствуйте друзья приветствую вас на своем канале многие знают что я болею но для тех кто не знает говорю сейчас и заодно говорю что вот в период болезни очень меня выручает вот рукоделие позволяет отвлечься позволяет какие-то усилия над собой сделать в общем я даже назвала это одним из лечебных факторов и вот сегодня этот лечебный фактор перед вами вот эта стеклянная бутылочка это от капельницы мы лечим нашу маму в общем этот пузыречек от одного из лекарств и я решила его отмыла от этикетки решила его задекорировать задекорировать хочу с помощью декупажной карты здесь два сюжета с дедом морозом и просто избушки еще не выбрал окончательно но больше склоняюсь к деду морозу ладно не будем тянуть время начинаем эту бутылочку я сейчас обезжирю с помощью жидкости для снятия лака и тампончика а потом буду покрывать ее краской пропадал кстати нюх у меня теперь уже восстановился частично поэтому вот этот запах я чувствую но он терпимый вы можете подобрать сами бутылочку которую вам хочется задекорировать может быть это будет какая-то интересная бутылочка из спиртного напитка или вообще какая-нибудь просто форма интересная и вам захочется ее сохранить а можно просто взять баночку из-под кофе или из-под специй и тоже ее украсить для меня важно было чтобы осталась функциональность этой бутылки поэтому я сохранила эту крышку резиновую и впоследствии буду использовать бутылку по прямому ее назначению и на вот эту загрунтованную и высохшую поверхность будем наносить рисунок не забудьте только что грунт можно нанести обычной акриловой красочкой но должна быть поролоновая губка у меня она такая вот уже старенькая пожившая можно использовать обычную посудную губку отрезать от нее кусочек и аккуратно тампонируя загрунтовать поверхность а затем с помощью клея pva немножко разведенного и кисти будем наносить рисунок здесь немножко было надорвано вверху так как бутылка кверху сужается поэтому я надорвала кусочки прикладываем и будем разглаживать сначала клеим ровную поверхность проклеиваем потом вот эти надо будет закругление обработать и самое главное вот здесь как у нас будет сужение идти кверху бутылки когда приклеиваем вот эти вот полукруглости необходимо двигаться в одном направлении то есть если вот этот первый ложится потом немного его сдвигая ложим второй потом немного сдвигая еще ложим конечно остается шов вот он видите но здесь от него никуда не спрятаться это же не ровная поверхность и это не салфетка которая легла бы по нашему капризу здесь придется пожертвовать красотой и оставить шовчики можно было бы и оборвать этот сюжет дойти только до плечиков а здесь оборвать и не мучиться вот с этим закруглением но здесь же продолжение сказочного сюжета здесь же домик елочки заснеженные месяц месяцович поэтому я это все оставила и будем работать с этим дальше все клей нанесен теперь сушим при сушке какая-то часть разгладится и тогда уже будем думать что делать дальше с помощью этого же поролонового спонжа а мы должны покрыть акриловым лаком вот эту просохшую заготовку следующим шагом будет дальнейшее украшение этой бутылочки и для этого мне пригодится вот такая сейчас секунду вот такая пористая резина или как ее еще называют глиттерная кто-то называет фоамираном что-то похожее на фоамиран этот цвет по моему вкусу сюда подходит замечательно и он такой зимний такой новогодний из него мне надо нарезать с помощью обычных ножниц железной линейки несколько узких полосочек а уже с помощью этих полосочек которые вот здесь на кончике я заострила я буду продолжать здесь будет сидеть пайетка я ее приклею и мне надо еще нарисовать линию которая вот свяжет эту пайетку и будет как бы обрамлять рисунок и перейдет плавно еще в одну пайетку сейчас я вам покажу как-то так я провела линию простите фокус сбивается карандашом провожу сбивается фокус завиток дальше линия и еще один завиток сажаем наклей одну пайетку первую и дальше вот по этой линии видите вот здесь нанесен клей ну что же такое то камера опять расфокусируется вот по этой линии с клеевой наносим теперь уже полосочку фоамирана вот так завиточек пристроен а я продолжаю дальше изгибать полосочку смотрите как получается так вот прихотливо изогнута полосочка вот этой вот резины с блестками здесь пайетка и здесь пайетка я решила еще немного украсить вот этот торец и для этого мне пригодится вот такая блестящая нить серебристого цвета чудесно сюда подходит вероятно надо сказать поподробнее о том клее которым я пользуюсь вот эту часть когда я клеила вот эту синюю полосочку ее вполне можно было бы приклеить клеевым пистолетом которым все рукодельницы привыкли пользоваться но вот приклеивая этот сутаж тонкий мы бы не справились здесь слишком тонкая слишком ювелирная работа и клеевой пистолет здесь бы не подошел показываю вам я пользуюсь вот таким клеем у него тонкий носик и он позволяет делать как раз вот те работы которые требуют большей аккуратности большей тщательности я немножко здесь продолжила без вас знакомые вам пайетки и знакомые вам полосочки глитерной резины и плюс еще сутаж и здесь вот добавлен блестящий немного разбросано еще пайеток сильно я не хотела здесь уже так украшать потому что я считаю что главным все таки является вот этот рисунок и я думаю вы со мной согласны мы не будем отвлекать внимание от этого прекрасного деда мороза но немножко все таки блеска я добавлю и как вы думаете для чего вот это вот небольшая разметочка нанесена и вот здесь и немного здесь здесь будет еще один элемент декора для этого потребуется клей пва который как раз я наношу кистью по этой разметке а дальше в дело вступают блестки разных цветов и в серебре и в золоте и даже черное есть и красная медь есть правильно вы думаете нам нужно серебристое и это серебристое сейчас будем сыпать не забудьте только подстелить что-нибудь чтобы те блестки которые не приклеятся мы потом опять могли собрать на самом деле конечно прошли не мгновение а целая ночь и моя работа совсем-совсем высохла уже и теперь я могу полюбоваться и хочу вам показать вот такая была эта бутылка здесь было лекарство которое моей маме капали и кто угадает теперь вот в этой же бутылочки то что у меня получилось я хочу эту вот такую вот задекорированную бутылочку подарить этой девочке которая помогала моей маме я думаю она будет рада такому подарку почти новогоднему и это как бы перекликается еще и с ее профессиональной деятельности а себе наверное сделаю еще несколько таких же еще надо родственникам подарить и себе на память оставить очень мне нравится что сохранилась функциональность этой бутылки ее же можно открыть налить туда какой-нибудь огненной воды или не огненной и использовать по назначению вот только не решила я что как вот здесь вот вверх оставить просто таким блестящим синим или добавить сюда еще одну снежинку пайетку не будет ли это слишком оляписто не будет ли это перебором вы что думаете по этому поводу напоследок вам несколько кадров еще зимний сюжет с дедом морозом пайетками яркими полосками глиттерными с блестками еще блесточек и все это на белом снежном фоне осталось нам немного дождаться праздников желаю вам создать уже у себя новогоднее настроение предчувствие праздника и пусть оно продлится у вас и сохранится до самых-самых праздников ну и в сами праздники конечно пусть не покидает вас хорошее настроение не болейте всего вам доброго до следующей встречи с вами была Марина